ВЫХОД ЦИКЛ Он построен на уникальных кадрах и во многом на уникальных документах, которые раньше были очень малоизвестны. Ну, практически неизвестны массовому зрителю. Больница практически за счет самих немцев снабжала партизан медицинскими препаратами, инструментами, перевязочным материалом. Хотелось как человек узнать что-то новое, что-то интересное об этой Великой войне. Появилось первоначальное название у этого сериала – «Тайны Великой войны». Я хотел узнать, раскрыть некоторые тайны, собрал группу единомышленников. Но в процессе работы, когда мы копнули глубже в тему, в материал, мы поняли, что название надо менять, что тема становится более личной. И поэтому появилось название «Испытание». Галина Шабловская стала связной партизанского отряда, действовавшего в районе Кобрина. В основе сюжета – судьбы людей, накупированные фашистами в белорусской земле. Это время, когда наш народ оказался перед угрозой физического уничтожения. Главные герои – простые люди, угодившие в жернова войны. Защитники Брестской крепости, подпольщики, прошедшие все круги ада военнопленные, узники Минского гетто, дети, познавшие на себе кошмар донорско-пересыльных лагерей. Каждый из героев нашего фильма стоял перед выбором. И это было наиболее интересно для нас. Мы рассказываем о конкретных людях, об их судьбах и о том, что им довелось пережить. Есть даже такое выражение, если пытаешься узнать свойство океана, посмотри на капельку. Когда мы оперируем статистикой, тогда жизнь человеческая, в общем-то, не ощущается так. Постановочные сцены с участием военно-исторических объединений «Честь мундира» и «Рубеж» делают фильмы зрелищными, добавляют исторической достоверности. Постарались, согласно сценария, вжиться в каждый эпизод, в каждую роль. Учитывая, что мы играли и партизан, и немцев, и офицеров немецких, и гражданских. Да, за эти секунды ребят проживали даже не то чтобы роль, но именно целую жизнь. В современной телевизионной технологии компьютерная графика – важные элементы восприятия, которые значительно усиливают эмоциональное воздействие на зрителя. Для меня было главное сделать качественный продукт. Насколько это возможно, приложить для этого все усилия. Сейчас идут последние доработки видеоряда. Проверки графических, технических, цветовых, переходов и стыков. Наступило время максимальной концентрации и напряженной работы. И уже завтра из этой аппаратной в эфир выйдет первая серия документального цикла. Этот цикл фильмов испытаний – это уже далеко не первая совместная работа Белти радиокомпании, и в первую очередь Первого канала, и телекомпании ВНТВ. Я честно скажу, что все совместные работы, на мой взгляд, они достойны того, чтобы называться и высокопрофессиональными, грамотными. Ну и, конечно же, есть как минимум одна, которая присуща телекомпании ВНТВ. Всегда все происходит очень грамотно, самое главное – организованно. И у нас не возникает проблем не только в организационном, но и в творческом процессе. Время неумолимо. Солдат Отечественной войны, которые спасли мир от фашизма, с каждым годом становится меньше. Наша святая обязанность – не допустить, чтобы их подвиг был оспорен. Идеалы, которыми сегодня вдохновляется молодежь, завтра станут основой общественного мировоззрения. Сохранить историческую память о героическом подвиге наших отцов и дедов – лучшая дань памяти тем, кто отдал свою жизнь за нашу свободу.